Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем читать Евангелие от Матфея в рамках библейского портала экзегет.ру, 20 глава. Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динавию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно, и им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику и правителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Мы видим, что эту притчу Господь рассказывает после беседы с юношей, который отошел опечаленным, потому что был богат. Мы говорили о том, что иудеи уповали на то, что они исполняют заповеди Божии, о том, что они имеют богатство, на то, что они по плоти сродники от Авраама, и считали, что они уже должны войти в Царство Небесное. А Господь говорит нам о другом здесь, в этой притче, о том, что всякий человек достоин для вхождения в Царство Небесное. То, что Господь пришел и дал всем людям абсолютно равные права в Царство Небесное, потому что рай земной, потому что Царство Божие, оно не может существовать по законам этого человеческого мира, как иногда склонны это были делать иудеи, как иногда склонны это делать и мы. И вот свидетельство того, что там совсем другие законы, законы милости и любви, говорит нам об этом притче. И мы видим, как были посрамлены первые, которые целый день работали в винограднике. Но слова Христа в конце этой притчи, которую он приводит, «Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе», или «Глаз твой, завистлив от того, что я добр», пожалуй, является эпицентром этой притчи. Мы очень часто живем и очень часто действуем исключительно по зависти, потому что кто-то что-то имеет в силу того, что как-то или так работает. Но Господь говорит, что Царство Небесное – это Царство милости. Господь любит всякого человека и дает Царство именно кому он хочет. Главное – только усердие. Примечательно, что в одном из самых главных слов, которые читаются в церкви на праздник Пасхи, святителя Иоанна Златоуста, слова, там вспоминается эта притча. И вспоминая эту притчу, Златоуст говорит о том, что Господь намерение целует. Именно намерение сердечное поработать Господу, намерение сердечное быть с Господом и в Царство Божие войти, оно расценивается Богом именно как уже добрый задел того, что ты хочешь быть с Богом. И по сути дела получается, что вне зависимости от того, сколько ты будешь работать, если сердце устремляешь к Нему, войдешь в Царство Небесное. А с другой стороны, здесь в этой притче вскрывается та опасность, которую страдают часто ложные подвижники, которые израбатывают себе Царство Небесное, которые через этот труд часто входят в состояние торга с Богом. Я мне, а ты тебе. И начинают считать свои добрые дела, думая, что от их количества каким-то образом пропорционально им будет воздано благами будущего века. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал двенадцать учеников, одних, и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. В этих словах мы видим уже третье предсказание двенадцати апостолов о том, что Господь входит, но в данный момент сейчас уже непосредственно входит в Иерусалим для того, чтобы пострадать, чтобы быть поруганным, чтобы быть распятым, умереть и в третий день воскреснуть. Господь, конечно, еще и еще раз подготавливает учеников к тем страшным испытаниям, которые идут на них, как девятый вал, как волна. И в данном случае мы видим, что не случайно, неспроста Господь говорит эти слова. «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, то есть Яковом и Иоанном, кланяясь и чего-то прося у Него, Он сказал ей, что ты хочешь. Она говорит Ему, скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве Твоем». Мы видим, что слова о Иерусалиме и о вхождении Его, Иисуса, которого ученики исповедовали уже как Христа в Иерусалим, для ближайшего даже окружения Господа, значит то, что Господь идет воцаряться в Иерусалим. И поэтому как можно быстрее нужно стараться занять получше место рядом с Ним. А Иисус сказал ей в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь. Они говорят Ему, можем, и говорит им, чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано, отцем Моим. Что за чаша, которую будет пить Господь, что за крещение, которым Он будет креститься. Чуть попозже из Евангелия от Матфея мы тоже поймем, что это чаша, чаша страданий, когда Господь в Гефсимании будет молиться, да мимо едет чаша сия. Но в данном случае Господь здесь образно достаточно обозначает тот подвиг, ради которого Он пришел. И свидетельствует, по сути дела, не спрашивая, а констатируя то, что ученики примут с Ним участие в этом подвиге, можете ли креститься крещением, будете ли пить чашу. Он знает, что Его любят ученики, и ничего другого они сказать Ему не могут. Господь им и обещает, что они тоже крестятся этим крещением, что они будут пить эту чашу. Но дальше говорит, что спасение зависит исключительно от Бога, а не от того, что хочет человек от Бога. Услышав сие двенадцать, прочие учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Своею для искупления многих». Вот эти последние слова, прочитанные сейчас, по сути дела, очень четко обозначают цель пришествия в мир нашего Бога. Цель Его воплощения, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Но начинается повествование, краткий отрывок, о том, что десять учеников, услышав, как Иаков и Иоанн просили Господа посадить их слева и справа в Царство Небесное, вознегодовали. Толгователи объясняют нам, что это негодование неправедное и неправильное. Это негодование было связано с завистью учеников. Они тоже хотели сесть один поближе к Господу в Царстве Небесном, один справа, другой слева, и думали, а как это так? Почему ученики, в данном случае Иаков и Иоанн, просят об этом? Но негодование учеников на двух братьев Иакова и Иоанна не свидетельствует ли нам о том, что все абсолютно равны по чести, перед Господом были ученики Иаков и Иоанн, даже несмотря на то, что в самые важные моменты они всегда оказывались вместе с Господом. Иисус, подозвав учеников, дает им очень важное учение опять, по сути дела, о том, что законы Царства Небесного – это не законы Царства Человеческого, и прилагать законы жизни Царства Человеческого к Царству Небесному нельзя. Все получается с точностью до наоборот. Князья народов господствуют над людьми, и вельможи властвуют ими, но между вами, как поставленными, чтобы людей учить вхождению в Царство Небесное. Господь как бы так говорит, не будет так. Кто хочет быть большим, да будет вам слугою. И в этом смысле мы говорим, что священнослужитель наделен особой властью. Властью служить ближнему, властью любить ближнего. Кто хочет быть между вами первым, пусть будет вам рабом. И мы видим, что пример этого добротного и праведного святого рабства показывает нам сам Господь, поскольку пришел, чтобы послужить ближнему своему, чтобы искупить род людской. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Народ же заставлял их молчать, они же еще громче стали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Иисус, остановившись, подозвал их и сказал «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Событие исцеления Иерихонских слепцов. Иерихон находится недалеко от Иерусалима, и когда Господь вышел из Иерихона, то, естественно, он направился уже непосредственно в Иерусалим. Приближалась уже так называемая «страстная седмица» в жизни нашего Господа. Двое слепых, сидевших у дороги, услышав о том, что идет Иисус, начали громогласно, никого не стесняясь, буквально кричать, исповедуя его мессианство, потому что такие имена, как «Господи» и «Сын Давидов» — это были мессианские титулы у ветхозаветных иудеев эпохи Христа Спасителя. Но еще очень важное слово они произносят «Помилуй нас». Они этим свидетельствуют, что не за их достоинство и не за их добродетель Господь должен им помочь, а по милости по своей великой обратиться к ним и исцелить. Народ заставлял их молчать. Народ стеснялся их крика. Народ стеснялся этих слепых, думая, что Господь пришел для более высших целей. А они еще громче стали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Толкователи говорят, что это и есть образ истинной молитвы. Мы должны, не смущаясь никаких помыслов, которые постоянно осекают нас и заставляют молча себя вести, просить Господа о том помиловании, которому Он сам призывает нас. И тогда Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» И вот они говорят, чтобы открылись глаза наши. Толкователи говорят, что открылись не только глаза их телесные, но и глаза душевные, что самое главное. И когда Господь прикоснулся к их глазам, Писание нам говорит, что глаза-то их прозрели, и они пошли за Ним. Пошли за Ним, как за Своим Спасителем, пошли за Ним, как за Своим Учителем, исповедуя уже своими зрячими сердцами то, что это истина, пришедшей во плоти Бога. Конец 20 главы.